Первый вопрос касался внесения изменений в решение о бюджете городского округа Котлас на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Увлечение бюджетных ассигнований предусмотренных комитетом по управлению имуществом на 222 803 рубля 3 копейки на выполнение работ по сносу многоквартирного дома, признанного аварийным по адресу город Котлас, улица Маяковского, дом 2А. Увлечение бюджетных ассигнований предусмотренных в управлении по социальным вопросам на 152 466 рубля 6 копеек на организацию мероприятий по обеспечению жизнью молодых семей. В расходы бюджета по инициативе главы войдут и 84 тысячи на изготовление и содержание баннеров с портретами погибшим в СВО землякам. Депутаты поинтересовались, по какому принципу выбирается кандидатура для размещения портрета на баннере. Те, кто действующие, категорически взят в целебезопасности их самих и их семей. Мы начали, знаете, с героев, кому присуждено звание Героя России. Вот их 16 человек сейчас. Вы видите, сейчас рассматриваем, что, может быть, область выделяет средства и поможет еще 12 разместить. Тогда следующий у нас этап вполне понятный, что мы можем переходить уже на наших Котласских. Напомним, что сейчас в Котласе установлены 4 баннера с портретами Вадима Новикова, Никиты Сокура, Николая Солодуна, Виктора Булатова. Бойцам-котлашанам Виктору Москину и Алексею Карпунину планируют как минимум установить парты героев в школах города. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за? Подержите, пожалуйста, руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кто против? Один. В отличие от первого вопроса, второй принят не был. Светлане Козловой, председателю контрольно-счетной палаты, отказали в увеличении штата на одну единицу.